Это уже третья по счету региональная конференция КЕФ, а значит ее можно смело назвать зарекомендовавшей себя площадкой для открытого и профессионального диалога. И как обычно, встреча проходит без грифа официально. Обсуждали традиционно многое. От каких факторов зависит успешное развитие белорусской экономики, как привлечь инвестиции в регионы, говорили о конкурентоспособности сильных и слабых сторонах регионов. Если смотреть на такой показатель, который рассчитывает программа развития ООН, называется индекс человеческого развития, у него есть три компонента. То есть один компонент – это ожидаемая продолжительность жизни, то есть назовем его так, здоровье, качество жизни. Второй – это уровень образования. И третий – это уровень дохода. Так вот, если посмотреть на Беларуси, на отдельные регионы Беларуси, то окажется, что у нас все очень хорошо с продолжительностью образования. Мы много учимся, но у нас хуже, как правило, чем в соседних странах или регионах по рейтингу по продолжительности жизни и значительно хуже по уровню дохода. То есть вот в этом стоится основной барьер, основной вызов. И пока такой вызов есть, нужно серьезно говорить о привлечении капитала, увеличении рынка, взбыта и диверсификации. Участники дискуссии разбирали, что называется, все по полочкам. И пусть тем множество, цель одна – улучшить деловой климат страны. Среди участников конференции директор Бресского научно-технологического парка Дмитрий Макарук. По мнению спикера, развитие области высоких технологий позволит совершить серьезный экономический сдвиг. Неважно, это в сфере IT, в сфере машиностроения, производства, услуг, сервисов и так далее. То есть я для себя вижу, что все-таки процент ВРП инновационной продукции в регионе должен возрастать. Как за счет резидентов технопарка, так и, в принципе, за счет других предприятий и регионов. Поэтому для меня это главный драйвер развития региона. Перераспределение долей пошло в экспорте услуг. Мы видим потенциал в IT-сфере. За последние пять лет это ежегодный рост. По полугодию 2019 года темп роста экспорта IT-кластера, экспорта компьютерных услуг состоял в 121%. То есть в денежном выражении это 7,8 миллионов долларов США. В обсуждении также приняли участие представители Национального банка Беларуси. И не случайно одним из ключевых факторов обеспечения и поддержания устойчивого экономического роста является макроэкономическая стабильность. Инфляция находится вблизи определенного целевого уровня. На этот год у нас задача поддержания инфляции на уровне не более 5%. И мы ожидаем, что к концу этого года мы выйдем на эти показатели. По следующему году инфляция также будет находиться в соответствии с определенными парамерами. Об итогах третьей экономической конференции Киев говорить еще рано. Понятно одно – есть и барьеры, и возможности развития. Здесь важно браться за дело прямо сейчас.